Йоу! Канал Гнусава Летсплей приветствует своих зрителей и подписчиков. Меня зовут КТ2Г и друзья, это продолжение выживания в игре Рим Уорлд. Мы отстраиваем свое поселение, которое носит гордое название Пандора, отсылка к Бордер Лэнсу. Да, друзья. Что ж, за прошлую серию мы проделали немалую работу и в этой нам предстоит сделать еще больше. Необходимо поставить тозатор пищи, чтобы производить пасту, провести свет, а, ну свет там провели практически, сделать освещение и что еще? Поставить аккумуляторы в этом здании и если даже повезет, можно будет поставить пару турелей, а можно даже больше. Также было бы неплохо убрать вот эту скалу, потому что она мне будет мешать. Мне необходимо здесь создать большое пространство, чтобы разместить турели. Врагов будет очень много. Ну что ж. Так, электричество есть, давайте проверим. Энергия, кабель, да, все, кабель провели. Прекрасно, производство, тозатор пасты. Поставим пока таким образом. Обязательно необходимо поставить, установить хоперы. Около дозатора пасты в хоперы будут складывать пищу. Различные продукты питания, то есть будь то клубника, либо картофель, либо остальные, другие точнее, плоды. Такие, как ананасы и великое множество других. Давайте поглядим, какие у нас тут есть. В принципе, их немного. Клубника, рис, кукуруза. Да. Ну что ж. Так, я не выбрал. Да, все, отлично, хлопок. Пам-пам-пам-пам-пам. Дозатор будет здесь. Потом я поставлю еще один дозатор в тюрьме, чтобы заключенные сами могли принимать пищу, когда они этого захотят. Потому что они всегда, мои выжившие, могут им приносить пищу. Ну что ж. Так, дозатор у нас будет. Самое время поставить нам аккумуляторы. Аккумуляторы. Ставим. Вот таким образом. Можно даже здесь еще соединить, поставить такую своеобразную шину. Все хорошо. И сразу же поставить пару ветряков. Такс, 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 такс. Один ветряк у нас будет здесь. И другой тоже отлично зашел. Все здорово. Так, объединить. И здесь то же самое. Все отлично. Ну что ж. Ускоряем. Все, процесс пошел. Так, сразу можно сделать освещение. Установим лампу пока по углам. Вот таким вот макаром. Стали будет уходить очень много на эти цели. Потому что все у нас... Так, на аккумулятор нам необходимо 50 стали, учитывая тот факт, что меня он не один, а целых... Сколько раз, 3, 4, 5, 6, 7... 350 единиц стали мне необходимых. Так, смотрим. С электроэнергией у нас беда, потому что наступила ночь, солнце село. Следовательно, энергия не производится вообще. Вот здесь есть специальные индикаторы посередине. Во время солнечной активности они показывают эффективность работы наших солнечных генераторов. С ветрами процесс обстоит немного по-другому. Ветер либо есть, либо его нет. Постоянным он не бывает. Но, тем не менее, ветряки очень эффективны. Итак, у нас событие. Затмение. То есть, несколько дней не будет электричества. Даже не электричества, а солнечной активности абсолютно никакой не будет. И, следовательно, солнечные генераторы бесполезны на данный момент. Что ж, давайте продолжим добывать сталь. Так, пока процесс идет. Все идет неплохо. У меня очень много древесины. Сейчас мне все принесут на склад. Так, с холодильником. Ну, можно его будет увеличить. Опять же, у меня будет два дозатора. Все продукты питания, овощи и мясо будут сразу уходить на дозаторы. Поэтому место будет экономиться в холодильнике просто колоссальное. Точнее, экономия. Экономия будет весьма... Все, приехали. Весьма велика, друзья. И не заметить это будет крайне сложно. Так, пока продолжим раздавать приказы. Вот таким вот макаром. Сделали разделение труда. И теперь, в принципе, мое поселение, каждый член поселения работает в своей сфере. А в целом, весь труд получается крайне эффективным. Если бы, допустим, я всем дал одинаковые указания, то скажу так. Либо все разом ломанулись бы на поля, либо в шахты, либо на строительство. А так, каждый занят своим делом. Механизм работает. Так, здесь у нас у ветряков есть область пространства. И необходимо, чтобы ничего не мешало ветру. То есть, древесину нужно вырубать. А еще проще делать покрытие. Специальное, чтобы ничего не произрастало. Ну вот, смотрим. Первый рейд. Давайте поглядим, кто на нас нападает. Так, я пока не въезжаю. Я не прочитал. Походу, тело кабаны. Нет, не кабаны. А, вот. Товарища зовут Эйрин. Ну что ж. Подождем, когда подойдет поближе. Потому что в атаку может не сразу человек пойти. А лишь через некоторое время. И, друзья, да, пора строить турели. Кстати. Очень интересный момент. Надо под себя забрать здание. Так, захватываем. Эй. Так, не получается. Необходимо, видимо, хотя бы кусочек отломить стены. И тогда, возможно, можно будет дать приказ на захват. Но, опять же, когда даешь приказ на захват, это не говорит о том, что мои выжившие побегут захватывать с криками «Ура!» за Родину! Просто по умолчанию это якобы становится моим. И там я покажу одну операцию, которую необходимо будет делать при разрушении подобных сооружений. Потому что, если этих мер не предпринять, там определенного алгоритма, то мы можем потерять одного из выживших как минимум. И вот тупо может завалить крышей. Так, на меня идет нападение. Ну что ж, готовимся к атаке. Боевой режим. Выводим наших выживших. Смотрим сразу, кто у нас со стрелковым оружием. Так, холодное. Идешь сюда. Пистолет в сторону. Ружье тоже в сторону. Все, процесс пошел. Герман, бей. Ты тоже бей. А, ну все. В принципе, мы разобрались. И если посмотреть... Так, отвертку сразу можем забирать. Снова переводим всех. Вводим наших персонажей из боевого режима. И у нас товарищ ранен. Товарищ захватчик. Следовательно, мы его можем сами захватить. Для этого мы выделяем нашего любого выжившего. Нажимаем на правую кнопку. И нажимаем. Захватить. Не хватает кровати для заключенных. Ну, конечно же. Давайте переведем кровати... В режим для заключенных. Все переводим. Все стало коричневым. Все. Отлично. Теперь захватываем. Для чего я это делаю? Я могу его, конечно же, убить. Но зачем? Когда его можно взять в плен. И со временем наши выжившие будут с ним вести профилактические беседы. Если мы этого захотим. Сейчас все по порядку. Выделяем захваченного человека. И смотрим на вкладку... Переходим во вкладку узник. Ну, остальные, в принципе, все вкладки стандартные. Как у любого человека. Так. И что ж, выбираем. Получает пищу, либо не получает? Конечно же, получает. Мы его не наказываем. Будем оказывать ему лучшие медицинские услуги, чтобы человек встал на ноги и не скопытился прямо в тюрьме. И затем выбираем следующий режим. Мы можем никак не взаимодействовать с этим товарищем. Можем просто проводить дружеские беседы. Для чего? Непонятно. Хотя, знаете, что в принципе... Да, есть одна версия. Мы можем... Производить дружеские беседы с данным человеком. И со временем отношение его к нашему поселению будет положительным. И думаю, когда мы его отпустим, смотря к какой фракции он относится, он вернется домой. И, возможно, с нами будут дружить. Ну, по крайней мере, либо лучше относиться. Потому что, если сейчас посмотреть, четыре клана являются для нас врагами. Но я этого делать не буду. Конечно же, я поставлю команду, чтобы с ним разговаривали и попытались его завербовать. Вот. И со временем у нас будет еще плюс один выживший. Так, мне еще необходимо поставить несколько кроватей. Так, переходим в раздел мебель. Теперь мы можем делать деревянные кровати. В принципе, рекомендую. Экономия ресурсов должна быть. Все. Так, так, так. Ян выздоровел. Да, все хорошо. Все, сейчас будут лечить захваченного товарища. Можем перейти во вкладку здоровья, посмотреть, в чем у него беда. У него кровотечение в области груди, пулевое ранение. В него даже пару раз попали из винтовки и пистолета. Левая рука ранена ножом. Да, в общем, с товарищем все печально. Но ничего страшного. Наши доктора его спасут. Все. Солнечное затмение прошло. И теперь у нас есть электроэнергия. Вот. Желтая полоса индикатора говорит нам о том, что солнечные генераторы работают на полную мощность. То есть, идет выработка электроэнергии. И посмотрите, аккумуляторы заряжаются. То есть, у нас будет какой-никакой, но все-таки запас электроэнергии. Что в дальнейшем будет весьма полезно. И в любом случае, без этого, ну, вообще никак. Так, плохое настроение. Давайте посмотрим. В чем проблема? Общая спальня, без одежды, беспокойный сон. Беспокойный сон почему? Потому что мешают. Много очень выживших. Все ходят, все гуляют, все шумят. Это плохо сказывается на сне. Да, весьма плачевное состояние комнаты. То есть, нет никаких элементов декора, которые бы улучшали привлекательность помещения. Ну, оно и понятно. Ну, и ужасное самочувствие у нашего выжившего. Что ж, надеюсь, с ним все будет хорошо. Бунтовать не начнет. Так, и сразу же давайте перейдем в раздел защита. И поставим несколько турелей. Раз, два. Три. Поставим, наверное, четыре турели. Сразу же обнесем мешками с песком. Для чего я это делаю? Я это делаю для того, чтобы... Если у врага будет огнестрельное оружие, в тот момент, когда он будет стрелять по нашей турели, пуля будет попадать в мешок с песком. То есть, вероятность того, что враг наш попадет по турели, будет гораздо меньше, чем без этих мешков. Так, этот момент мы предусмотрели. Так, теперь нам необходимо подвести энергию. Подводим на таком расстоянии. Так, раз, два. В принципе, достанет. Турель до этого питания. Почему я не поставил турели рядом друг с другом? В случае, если мою турель разрушат, она не просто разрушается, она взрывается. И взрывается она... У этого взрыва есть радиус. И он у нас, если не ошибаюсь, две или три клетки. То есть, если рядом будет находиться турель, то получится цепная реакция. Взорвется одна турель, и все остальные, которые находятся в радиусе взрыва, могут тоже выйти из строя, соответственно, с последующими взрывами. То есть, враг, разрушив одну турель, уничтожит всю мою защиту разом. Этого допускать нельзя. И опять же, рядом со стенами тоже строить не рекомендую турели, потому что, если она взорвется, часть стены тоже придет в негодность. Либо вообще исчезнет. И придется отстраивать по новой. А это, друзья, время. И ресурсы. Которые, в свою очередь, лучше направить на что-то более полезное. Так, здесь мне необходимо сделать зону. Так, покрытие. Так, давайте перейдем в покрытие и посмотрим. Асфальтовая плитка. Так, требуется две стали. На бетон требуется одна единица стали. Так, у нас заражение. Заражение у больного, наверное, человека. Давайте посмотрим, у кого. Да, у Эйрина. Но ничего, вылечится. Так. Ну вот, следующее событие. Солнечная, скорее всего, какая-то активность. Либо магнитная активность солнца. Что это событие под собой подразумевает? То, что следующий день, либо несколько дней. Да, вроде бы один день. Не будет работать ни один электрический прибор. Печально. Но на первых порах пока не так критично. Ну что ж. Если есть запасы еды, это, в принципе, вообще не страшно. Так, да. Покрытие. Давайте вернемся. Обнесем бетоном. Так, раз, два. Вот таким образом. Думаю, всю область я... Нет, надо еще на пару клеток. Так, раз, два. Все отлично. Ветру ничто не будет мешать. Бобры. Пришли бобры. Альфа-бобры причем. Ну и игра сразу же нам дает совет. Постарайтесь избавиться от них, прежде чем они уничтожат последнее дерево в округе. Дерево здесь очень много, поэтому нам не страшно. Пускай себе живут спокойно. Мы бобров не трогаем. Так, добыча стали идет полным ходом. И необходимо постепенно мне эту скалу убирать. Она мне мешает. Так, строительство идет полным ходом. Да. Электроэнергия еще не поступает в турель, потому что вот в этом месте кабель не проложен. Но я думаю, старина Герман сейчас все исправит. Да, все. Есть питание. Две турели уже из четырех работают. Отличная новость. Просто прекрасная. Также давайте дадим приказ на вырубку этих лесов в районе склада. И входа. Все отлично. Плохое настроение. У кого? Опять. У Яна. Он голый. До этого я выращиваю хлопок, друзья. Но опять же, здесь будет очень много событий на падение различных грузовых платформ, которые могут содержать различную ткань либо кожу, из которой в последующем можно скрафтить вещи. крафт будем разбирать в следующий раз. Когда в этом будет необходимость. Так, ну с защитой вроде бы пока вопрос решается. С энергией пока тоже все неплохо. Что ж. Пока все замечательно. Затем я хочу эту территорию расширить, сделать ее пустой, чтобы понаставить целую кучу турелей и сделать один вход. То есть все обнести забором, чтобы враги шли только в одном направлении. И они будут заходить в нашу ловушку, в этот карман и нещадно будут уничтожаться. Опять же, зависит от событий. Потому что если на меня нападет куча диких животных, причем мощных диких животных, это будет ой, как сложно реализовать. Потому что товарищи броневые. Так, отлично. Еще одна турель готова. Даже запиталась. Так, синие, это гости. Все, они уходят. Флаг им в руки. Лучше, конечно, забором потихоньку начинать обносить нашу территорию. Так, мне необходимо поставить холодильник. Также мне необходимо поставить кухню. так, давайте для начала сделаем покрытие деревянное. Паркет будет у нас везде. Очень много работы сейчас будет у нашего строителя. Так, здесь, здесь, здесь. Холодильник нужно сделать побольше. здесь у меня будут различные производственные помещения. Необходимо их будет располагать в непосредственной близости к складу. Это все нужно предусматривать. И на данный момент бета у нас на дворе. Ваши посевы не будут расти в зимний холод. И убедитесь, что ваших запасов еды хватит на несколько месяцев, пока вы можете это исправить. Вы можете построить помещение с охлаждением при входе, чтобы ваша еда не портилась. И постарайтесь купить, украсть или сделать. Ну, в общем, это совет. Да, несколько пуховиков. Иначе вы замерзнете едва высунувшись наружу. Правду, матку рубит нам. Система подсказок. Плохое настроение Х3. У Тейл, что ей нужно? Что с тобой не так? Голодает. Ребят, у нас проблема с едой. Так, что у нас с клубникой? Ничего не созрела, но будет. Все будет, друзья. Все будет. Потерпите немного. Так, да. Проблема вся в том, что я сделал кровати для заключенных, но я не сделал больничную кровать. Так, давайте перейдем в больничную. Она стала темно-коричневого цвета. И здесь наши заложники, наши заключенные будут лечиться. не предусмотрел тот момент, вылетел из головы. Такое бывает. Так, давайте поможем вырубить эту древесину, эти деревья нашему строителю. Хотя бы часть. древесины у меня очень много, сейчас это будет мой основной ресурс для строительства. Так, 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 стоп, 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 у нас товарища плохо раздеть, и сейчас нельзя. Почему я не могу спасти? Очень жаль. Без сознания у нас Эйрин, наш заложник. Все, его спасли. все прекрасно. Все, строительство идет полным ходом. Также рекомендую ставить покрытие под турелями и вообще обнести по радиусу, допустим, свои стены вот подобным покрытием, бетонным, потому что в случае пожара, а я нахожусь в лесах, пожары здесь могут возникнуть на ровном месте, но они возникают обычно после ударов молнии, и у меня может все сгореть. Поэтому необходимо эти вопросы тоже решать заранее. Буквально на пару клеток бетонное покрытие уже не пропустит костер. Пламя, точнее, не пропустит пламя, и моя база будет в безопасности, по крайней мере, от пожара. Но на это тоже необходимо время, на это необходимы ресурсы. Нужно чем-то всегда здесь жертвовать. Так, 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 холодильник, если я здесь поставлю, мне необходимо будет еще один предбанник установить, чтобы холод не уходил. так, все отлично, процесс пошел. Идет у нас паркет, строительство точнее паркета полным ходом. Все здорово. Так, струбаем это дерево и вот это. Так, Яну нужна одежда. Пока с этим проблема. Что с хлопком у нас? Хлопок еще растет. Так, расширяем здесь зону. Все, все пока идет неплохо. Беда с едой серьезная. Вот если посмотреть, да, постепенно в хоппер добавляют ингредиенты. Но их тут же съедают. Все печально. так, ну, по крайней мере, хоть какую-никакую, но защиту я уже организовал. И по электроэнергии, друзья, здесь следующий момент, о котором необходимо помнить. Ни в коем случае не доводите аккумуляторы до полного заряда. На небольшой срок, ничего еще страшного, но на больший срок могут возникнуть проблемы. может просто-напросто все взорваться к чертям. И произойдет опять же разрядка. Так, дикое животное. Кто? А вот эти твари очень опасны. Это бум-крыса. После смерти она взрывается. И после взрыва идет пожар. Так, тали-тали-тали-тали. Убегай. А, ну хотя в принципе смотрите, давайте сейчас заодно сразу проверим как работают наши турели в действии. Все, процесс пошел. Так, тихо, тали-тали-тали-тали-тали. Тали взорвалась. Так, тали-тали-тали-тали. Беги. Беги, лечись. Она походу делала в шоке. Она горит. Тали-тали-тали-тали убегай. Все, она пошла сразу же на больничную койку. Все будет хорошо. Да, бум-крыса такая тварь. Очень опасная. Так, необходимо мне поставить стол мясника очень срочно. Пока есть пара трупов. Было пара. Черепаха уже успела сгнить. Так, переходим в раздел производства. Выбираем стол мясника. Ставим его здесь. ищем нашего строителя Германа. Заставляем его работать над столом мясника. Кстати, секунду, друзья. Так, производство. Стол мясника из стали. Смотрите, можно из бревна сделать. Прекрасно. поэтому давайте отменим стол мясника из бревен. Отлично. Так, берем Германа. Герман строй. Все, процесс пошел. Сейчас будет немножечко мяса. Так, надо это дерево спилить. Так, все, Ян пошел это дело выполнять. Молодец. Да, все-таки он очень полезен. Несмотря на свою узконаправленность, он умеет только убираться и рубить деревья. Это очень полезно. Потому что на поздних стадиях игры я в любом случае пытаюсь практически каждому выжившему дать узкую специализацию. Так, Герман, 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 дружище, стол мясника, давай быстрее, пока тушка не сгнила. Герман поехал крышей. Все, у него нож. Ян, у тебя тоже нож, поэтому бей Германа. Печально. Тейл вообще плевать на все происходящее. Это непорядок. стреляю в Германа. Она молодец, она меткая, попала. Два раза. Три раза. Все, продолжай дальше своей фигней страдать. Так, спасай Германа. Нож можно брать, нож унесут на склад. Ну вот, смотрите, опять у меня поехал крышей один человек, страдают в итоге два человека. Ну вот. И оказался недостроенным стол мясника. Печально. Так, что у нас с бум-крысой? Она испортится через практически пять дней. Время есть. Так, все сейчас будут лечить наших товарищей. Так, что у нас с выжившим? Выживший у нас погиб. Погиб геройской смертью. зря на него только аптечку перевел. давайте укажем свалку где-нибудь в этой области. Пускай трупы носят сюда. Ян, 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 ты ранен. Иди спи. Так, кто у меня шахтер? Шахтер у меня арк. Давайте, а, секунду. Может, я это уже захватил просто? Как-то я об этом не подумал. Ясно, так, выберем зону без крыш. Все, отлично, крыши здесь быть не должно. Попробуем разобрать кусок стены. также дадим приказ ломать дальше эту скалу. Ну вот, пожалуйста, очередной рейд. На этот раз к нам пришла беда сверху. И самое главное, чтобы наши враги пошли вот этим путем к этому входу. Потому что если они захотят разрушить мне генераторы, будет очень печально. Скажу я вам, так, четыре товарища. Они пока выжидают. здесь у меня следующее событие. Один человек, которого зовут Джонатан Джон Мэтт Калф, просит, чтобы мы его приняли к себе, но за ним гонятся. Момент следующий. Друзья, я его взять сейчас не могу. по сути мне сейчас каждый выживший ой, как ценен. На первых этапах это все имеет очень высокое значение. Но сейчас я его не смогу взять по одной простой причине. Потому что у меня четыре товарища сверху готовы в любой момент на меня напасть. и за Джоном сейчас тоже погонят. Но это как минимум человека наверное два или три. В сумме это семь. Практически десять человек. Шансов у меня будет очень мало и мне могут принести очень много проблем. Поэтому я проигнорирую его просьбу. Иногда так нужно поступать. Как бы этого хотелось или нет. Потому что иначе никак. Это вопрос выживания. пока наблюдаем за захватчиками. Так дальнее оружие имеется. Три лука в команде. Это очень плохо. Потому что у луков радиус поражения выше больше чем у моих турелей. Это печально. Так отлично разобрали. Самое время сделать зону без крыши. Все. Крыши здесь нет. Поэтому можно спокойно сейчас разбирать эти стены. И на голову моего выжившего ничего не свалится. Потому что если этого не сделать и не дай бог если ваш выживший будет стоять под этой крышей когда он снесет последний кусок стены крыша его убьет. Со мной такое пару раз по невнимательности происходило и новость. Так все пошло нападение. Так ребята 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 так арк правильно правильно шаришь иди домой. Ну конечно же они сейчас начнут бить мои генераторы. Да так и есть Ян подразних они бьют собаку пёся ты был мне другом я не могу сейчас спрягаться за пёсю все пёсю кончили так все убегай убегай домой так а где еще два товарища все все отлично так иди ка спать а так тихо нет не а ну смотрите ка смотрите пожалуйста есть один товарищ захватываем его пока есть такая возможность вот пожалуйста радиус действия турель тупо не достает нужно их выманивать опять же буду разводить на Яна так узник полная тебе медицинская помощь разговор и вербовка так снова переходим в боевой режим и будем сейчас выманивать этих аборигенов эй баклажаны не плевать так мансуем все начали по мне стрелять вот надо здесь построить стену давайте попробуем их размансовать ой ой в меня попали это печально не очень все смотрите минус одна пушка сейчас пойдут до следующей герман друг ты ранен продолжай лечение свое ян так ты пока шагай все отлично хотя бы одна пушка достает все можно возвращаться домой так иди лечись но опять же достает пушка только по одному сейчас это взорвется все капец а вот сейчас будет самое веселье все господа вошли арк у нас поехал крышей он сейчас становится неуправляемым абсолютно а секунду я подумал что он синий но это не так пока стой все мы их напугали мы их победили не обязательно полностью рейдеров всех в чистую убивать достаточно хотя бы половину убить и они потом в страхе будут убегать все мы молодцы так иди покушай необходимо нам по новой отстраивать наши пушки необходимо здесь ставить забор потому что эти нападения не закончатся и ставить забор таким образом чтобы все наши враги пытались зайти с этой стороны но друзья давайте этим мы уже займемся в следующей серии на этом серия заканчивается данная спасибо вам за просмотр с вами был гнусавый летсплей увидимся в следующей серии пока